Звонок. Саша говорит, тетчура, горите. От полыхающей квартиры ее отделяла только деревянная стена. Огонь и густой дым болел из соседних окон. Страшно, конечно. До нас не дошло, слава богу. Сообщение о пожаре поступило от очевидцев в 6 часов 52 минуты. Первые пожарные подразделения прибыли на место вызова через 4 минуты. Квартира выгорела полностью от огня. Пострадали еще две. Лестница и чердак. Людей успели эвакуировать. Сразу после ЧП предварительной причиной назвали нарушение правил монтажа электрооборудования. Позже очевидцы сообщили о хлопке газового котла. Там квартиранты, молодые парень с девушкой. По словам соседа, говорит, произошел хлопок АГВ. Что дальше похоже. Раз хлопок, значит, возгорание. Ну и он проснулся от хлопка, пострадал от того, что там провода. Стали гореть на него провода, упали. Он обжег себе спину. На месте сейчас работают газовики, чтобы восстановить подачу газа. Дом номер 12 по улице Энгельса – объект культурного наследия. Как и еще семь на этой улице. Это уже не первый пожар в полукамушках. Год назад, 17 мая, горели вот эти деревянные этажи двух домов. Тогда площадь пожара составила более тысячи квадратных метров. Там процентов на 90, я уверен, что поджог был. Потому что загорелась именно та часть, половина которой была отселена. Еще два года назад было принято решение реставрировать историческое ядро Зеленодольска. Ведь именно с него начинали строить город. Первые дома появились посреди густого леса в 19 веке. Наполовину из камня, наполовину из дерева. 20 домов признали аварийными. Пять из них уже расселили по программе. Дома на первой линии ждут реконструкции. Первая линия у нас программа переселения граждан заварийного жилищного фонда не включена. То есть студия на сегодняшний день там проживает. По мере начала работ гражданам будут предложены переселения во временный жилищный фонд. То есть кому необходимо. И после завершения работы они будут уже переезжать в свои новые квартиры. Как сообщили нам сегодня в исполкоме, работы запланированы в этом году. Вопрос только в согласовании проекта и финансировании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова